Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Добрый вечер, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов. Привет, дорогие хорошие! Мы дождались сегодня праздничный, красивый, яркий день на телерадиоканале Страна ФМ, потому что сегодняшний концертный зал имени Валерия Сюткина! Да! Валерий, сегодня у нас вместе с коллективом Light Jazz. Добрый вечер, друзья! Спасибо! Добрый вечер, друзья! Спасибо, Страна ФМ, за то, что у вас прекрасный вкус, что пригласили наш коллектив. Мы, в свою очередь, вас, дорогие друзья и всех, радиослушатели и телезрители, приглашаем на наш большой концерт 31 мая в Дом музыки в Светлановский зал, где можно будет насладиться этой нелишенной интеллигентности и джазовой искры музыки. Ну, а сейчас Алексей Алексеевич Кузнецов, народный артист России, наш музыкальный руководитель легендарный, начинает. Пожалуйста, Алексей Алексеевич. Бывает всё на свете хорошо, в чём дело, сразу не поймёшь. А просто летний дождь прошёл, нормальный летний дождь. Мелькнёт в толпе знакомое лицо, весёлые глаза. А в них блестит садовое колёцо, а в них бежит садовое колёцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти ещё смогу. Солёный тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я потом загрешу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я потом загрешу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. Браво! Заслуженный артист России Валерий Сюткин. Кто нам не прощал таланта? Кстати сказать, обязан объявить, это Андрей Петров, его музыка на стихи Геннадия Шпаликова. Ну и конечно, сразу же перед глазами кинофильм замечательный Георгий Данелия. Конечно, мы должны с вами еще, Валерий, представить остальных участников. Обязательно. Ну, Алексей Алексеевич Кузнецов, гитара, народный артист России. Прекрасно, добрый вечер. Наш джазовый, легендарный мастер. Он в аккомпанементе все рассказывает, понимаете? Ему даже не обязательно играть соло. Он умеет донести... Это правда. Музыка — это язык чувств. Вот дядя Лёш чувствует через гитару этот мир. А Александр Мартиросов, аккордеон. На контрабасе Евгения Онищенко. Очень приятно. И за ударными мой сопродюсер, человек, который меня познакомил с этими блистательными музыкантами, барабанщик, который играет и здесь, и в моем проекте под названием «Но я не люблю слово проект» в группе «Сюткин рок-н-ролл бэнд» Андрей Никонов. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Итак, грядет 31 мая «Дом музыки», о котором мы уже так вкратце рассказали, пригласили всех наших слушателей и зрителей. Но до 31 мая будет еще и Питер, 17 число. Ну, 17-го мы играем рок-н-ролл. Спасибо вам большое, что напомнили. Напомнили, конечно, космонавт. Вот в Питере, Питера, привет. Конечно. 17-го мая в «Космонавте» устроим космический рок-н-ролл. А после этого все питерцы приезжают в Москву и 31 мая уже отправляются в «Дом музыки». Проекты наши различаются абсолютно по звуку прежде всего. Да, есть песни, которые мы играем и там, и там. Мы сегодня обязательно исполним, но это, опять же, иное прочтение. Но самое главное, чем мне очень близок вот сегодняшний коллектив, который в гостях сегодня на стране ФМ. Это, ну, во-первых, Алексей Алексеевич и Саша Муртиросов, они аккомпанировали моим кумиром еще тут и, безусловно. Когда Александр Николаевич Добранравов сказал, что мы с дядей Лешей вместе теперь играем, они говорят, о, Лешеньке привет, столько записано песен и 17 мгновений весны гитару, помните? Да, да, да. Алексей Алексеевич. Боже мой. И вот такие какие-то вехи судьбоносные, понимаете? Это роскошно, конечно. Ну, а мы, как молодежь, скажем так, хотя девушки, за которыми мы ухаживали, тоже потихонечку начали умирать черным юмором. Я обычно так свою возрастную группу описываю. Мы с удовольствием, знаете, что делаем? Это, наверное, с улыбкой в каждой ноте, но очень деликатно по отношению к тому, что делали лучше, чем Хиль, Кристалинска, Магомаев, песни эти не спеть. Но, во-первых, напомнить о них, и, во-вторых, мелодии, понимаете? Такие волшебные мелодии. 31 мая? Наш дебютный альбом «Москвич-2015», который вышел в 2015 году, свели заокеанские мастера Пол Уикли, который сводил Дайну Кролл, Маккартни, Бенсона. То есть, ну, просто там список такой. Мастер. Самый неизвестный Мик Джаггер в этом списке оказался. Он абсолютно, можно сказать, безвозмездный. Мы только оплатили студийное время. Потому что критерием было следующее. Мы послали произведение, мы его сыграем чуть позже, и в ответ получили следующее. Какая мелодия? А мелодия была именно та, которую мы, если вы нам позволите, мы сейчас ее исполним, потому что это Андрей Яковлевич и Шпай на стихи Котова. И очаровательная мелодия из кинофильма «Повесть о настоящей любви». Кстати, желаем всем нашим телезрителям и радиослушателям всегда находить ответы на те вопросы, которые ставит перед вами жизнь. Почему? Отчего? Алексей Алексеевич, пожалуйста. Для меня в этот день Словно в мае сирень Помню, свела Неожиданно ты В мою жизнь и мечты Помню, вошла Почему? Отчего? И не знаю сам Я поверил твоим голубым глазам И теперь скажу тебе Ты одна в моей судьбе Ты одна в моей судьбе Дорогая, поверь, я не в силах теперь у сердца Ты как свет мне нужна Ты как свет мне нужна Ты должна, ты должна Ты должна это понять Почему? Отчего? И не знаю сам Я поверил твоим голубым глазам И теперь скажу тебе Ты одна в моей судьбе 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 Я поверил твоим голубым глазам И теперь скажу тебе Ты одна в моей судьбе Ты одна в моей судьбе Валерий Сюткин Браво, 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 браво Сколько же теплоцвета в этих песнях, Валерий Ну и здесь еще и ваш голос, конечно И состав такой блистательный В вашей команде Тембр моего голоса Я называю сам так иронично Доверительный Сип Вот он и лег Доверяет так, что располагает доверие Слушайте, ну ощущение такое Что мы перенеслись сейчас в другое время Вообще Очень атмосферно, очень красиво И за это вам большущее спасибо Все очень, очень красиво И есть, по крайней мере, у меня ощущение Что ваша команда не только дарит музыку Но и делает определенный мостик между поколениями Да, потому что есть молодые наши слушатели Зрители, которые вот сейчас Впервые слышат о себе Во-первых, мы с вами встречаемся сразу после праздника Великой Победы Да, конечно А я хочу вам сказать, что именно такие составы То есть аккордеон, гитара, бес, фортепьяно Это как раз первые послевоенные танцы Игралось все именно так Потому что пока инструменты приличные привезли Рояль же более капризная Здесь вот видите, это все без розетки Как то, что в англоязычном мире называется amplact Вот у нас это просто от души И с надеждой на лучшее Столько оптимизма вот в этом звучании Гитары, аккордеона и троечки и контрабаса Поэтому мы разные, за разные мелодии беремся Но если у нас сейчас есть время для песни Да, конечно, мы готовы исполнить Мы с удовольствием исполним, знаете Для всех наших друзей Для всех представителей старшего поколения Для ветеранов Вот эту самую, на мой взгляд, московскую песню Написал Тихон Хренников на стихе Матусовского Московские окна Здорово Вот опять небес темнеет высь Вот и окна в сумраке зажглись Здесь живут мои друзья Я люблю под окнами мечтать Я могу, как книги их читать И заветный свет хранят И волну я, и маня Они, как люди, смотрят на меня И заветный свет хранят И волну я, и маня Они, как люди, смотрят на меня Да я, как в годы прежние опять Под окном твоим готов стоять И на свет его лучей Я всегда спешу быстрее Как на свидание С юностью моей И на свет его лучей Я всегда спешу быстрее Как на свидание С юностью моей Да, я любуюсь вами по ночам Я желаю окна счастья вам Он мне дорог с давних лет Его яснее нет, московских окон, негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, его яснее нет, московских окон, негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, его яснее нет, московских окон, негасимый свет. Это волшебство 31 мая, дорогие друзья, будет в Доме музыки, приходите, не пожалеете. Валерий Сюткин, light jazz. Валерий, между прочим, не только поет, он еще успеет и дирижировать составом. Тут дирижировать не нужно, тут все понимают друг друга даже без взглядов. Я хочу сказать, что 31 мая в Доме музыки, помимо этого, будут еще фрагменты нашего музыкального спектакля «Восторг». Мы очень хотим. А это такие, знаете, прямо вот доверительные рассказы. Узнать у вас как же состоится, потому что прошлая наша встреча проходила как раз в канун этих замечательных спектаклей. Вот 31 мая в Доме музыки будет и эта сторона. Ну вот пользуясь тем, что Алексей Алексеевич, наш, так сказать, гуру, он мне подарил вот этот, наверное, ответ. Я, вы знаете, буквально ни годы не прошло, как имел счастье провести вечер в кругу. Лайма принимал друзей, Алла Борисовна Пугачева в гостях с Максом Галкиным и, конечно же, Раймонд Паулс. Как великий композитор вот для Аллы и для Лайма он написал просто божественные мелодии. И я, чтобы, так сказать, Алла мне говорит, Валер, попроси, чтобы поиграл маэстро. Ты умеешь, что ли? И я, знаете, как, зная заходы, я сбоку говорю. Вот я играю сейчас в лайт-джаз, вместе с дядей Лёш Кузнецовым. И у него, Раймонд Вальдемарч, есть такая вот правильная оценка хорошего музыканта и сдержанности. Он говорит, я играл джем с молодежью. Как молодежь играет джем, рассказывает Алексей Кузнецов. На третьей минуте все играют соло бесконечное, им хочется себя проявить, молодость. И один из музыкантов оборачивается и говорит, дядя Лёша, вы гитару сделайте погромче, вас уже не слышно давно. На что Алексей Алексеевич ему ответил, пока так. Вот в этом пока так, обращаясь к Раймонду Паулсу, я сказал, вот в этом и есть. А он мне так посмотрел, говорит, сынок, это ресторан. Просто я много играл, что просили отсюда. Сдержанность точная, только главная мелодия должна быть. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Дорогие друзья, сегодня у нас просто волшебный, теплый, очень душевный концертный зал. Заслуженный артист России Валерий Сюткин и его «Лайт Джаз» сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». 31 мая пройдет большой концерт в Доме музыки. Замечательные песни, лучшие советские хиты. Не подражаем совершенно исполнению Валерии. Не так давно в Москве прошли успешно, аншлагово, безусловно, спектакль «Откровение восторг». И, между прочим, появилась информация, что следующий ваш спектакль будет уже ставить дочь Виола. Валерий, прокомментируйте, пожалуйста, как-то. Ну, просто моя любимая девочка Виола, дочка, закончила в этом году, вот буквально вчера был последний экзамен. И она теперь дипломированный специалист. Она закончила среднюю школу здесь, в Москве, «Золотое сечение» с артистическим наклоном. Потом «Интернейшнл» был ковриат, чтобы разнообразное. Спасибо, Галина Борисовна Волча, которая сказала тебе, обязательно надо в разных местах поучиться. По свету, чтобы был другой взгляд какой-то на театр, который она хочет изменить. Ну, а поскольку моноспектакль, ну, полезные советы она мне всегда давала, я и в этом спектакле пользовался. Но тут она сказала, что она этот спектакль, как это назвать, техническим языком отрихтует. Модернизирует. Модернизирует. Поэтому вот теперь она дипломированный специалист. Она режиссер больше или актриса, потому что она-то мечтает стать актрисой известной. Нет, она не актрисой хочет стать, она хочет стать именно сценаристом, режиссером. И сегодня уже вот вышел «Пионер журнал», уже второе стихотворение, второй раз публикует ее. И разнообразно. И пишет, и ставит. И вот, в общем, все, что связано с творчеством. А образование у нее как культурология, искусствоведение, история кино, театра. То есть я пошире стараюсь. Мало ли, какие будут еще. Ну, пока не говорит. Вот в качестве анонса пока вот трудится режиссура. Я желаю ей успехов. Успехов, конечно. Ну, а теперь вернемся. То, что будет происходить 31 мая в Доме музыки. Мы играем не только то, что называется у молодежи кавер. Я не очень это слово люблю. Мы играем песни, которые состоялись до моего появления на эстраде, а некоторые даже рождены до моего рождения. Ну, вот сейчас мы сыграем песню нашего с Женей Хафтаном. Он композитор этой песни, а я автор слов. Это такое новое прочтение. Еще раз имею честь и удовольствие поздравить летчиков, моряков, всех наших ветеранов с прошедшим праздником Великой Победы. Вот, хотя мы эту песню теперь называем между собой как ЛДПР с недавних времен. Просто юноша один сказал, спасибо вам за ЛДПР. Я, честно говоря, не понял, о чем речь. Поэтому говорю, а я-то тут при чем? Он говорит, ну как же, вы же написали эту. Любите девушки простых романтиков. Пожалуйста, за ЛДПР приходите к нам, будет нескучно. Александр Фараонович. В самый полный штиль и в самый сильный ураган Ходят в синем море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, Что такое океан любви. Этим смелым парням и беда не беда, Будьте, подная им, помогая звезда. Любите девушки простых романтиков, Отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков, Не стоит им дарить свою любовь. Начертил на синем небе, я тебя люблю, Белым следом быстрый самолет. Кто поздравит с днем рождения девушку свою, Так, как это делает пилот. Этим смелым парням и беда не беда, Будьте, подная им, помогая звезда. Любите девушки простых романтиков, Отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков, Не стоит им дарить свою любовь. Не стоит им дарить свою любовь. Браво, ЛДПР, спасибо большое. Рисюкин, лайкшанс. Между прочим, когда я служил в армии, У нас эту песню Отважных летчиков, Бризовиков мы пели, Потому что у нас Бриза-2 была радиостанция. Да. Спасибо. А, так это вы начали, Потому что нас, когда мы, скажем, Празднуем День нефтяника, То, естественно, быстро любите девушки Простых нефтяников, Отважных летчиков. Конечно. Газовиков. Газовиков. Боровиков. Электриков и так далее, и тому подобное. Переделывается простых электриков, да. Роскошная песня. И у меня вопрос, Почему вот сейчас таких песен не пишется? Ну, почему? Мы продолжаем заниматься, Но сегодня меньше позитивного. Так, такое время. Каждое время рождает своих героев И свою музыку. Ну, вот только Ромарио, наверное, да, Валер, если есть? Ну, он подкидывает нам, да, в репертуар, вот мы играем. Варежки. Без варежек, да. Ну, сейчас зима позади, Не хотелось бы сейчас напоминать о чем про снег, Потому что за последние дни много иронии было. Но мы же не можем управлять. Я всегда вспоминаю слова Михаила Михайловича Жванецкого. Когда-то он, отвечая на вопрос, Как вы воспринимаете вот такие климатические изменения, Он говорит, а что тут сделать? Это ж природа. Я тоже, говорит, в юности работая инженером в порту, У нас дождь, штормовой ветер. И мне набирают, говорит, кто дежурлен? Он говорит, я инженер Жванецкий. Принимайте меры, у вас башенный кран может упасть, Ветер штормовой. И я, говорит, одеваю этот плащик с капюшоном. А рядом сидят умудренные жизнью водители электрокаров и погрузчиков, И они в домино. Ну, потому что там... И они говорят, Миша, ты куда? С задницей волны отгонять. Принимать меры пошел человек. В общем, да, мы тоже... Поэтому снег и снег. Вот, поэтому, да, но... Одна из главных задач нашего проекта, Главная задача — это получить удовольствие, естественно, От исполнения этой музыки. Транслируйте ее. А вторая — поделиться и напомнить вот эти мелодии, Замечательные созданные, вот, золотой фонд отечественной песни. Поэтому добрую половину, а то и больше нашего репертуара В проекте «Сюткин и Лайт Джаз», конечно же, Занимает музыка, проверенная временем. Просто мы даем такие, знаете... Я вот с удовольствием сейчас поделюсь, Потому что все началось с этой песни. Концертный зал. Друзья, Валерий Сюткин и Лайт Джаз сегодня в концертном зале Телерадиоканала «Страна.ФМ». И мы говорим о... О самой любимой песне. Ну, мы исполним сейчас песню, Которая звучит фактически в каждом нашем концерте С коллективом «Лайт Джаз», Потому что с нее началось наше знакомство. Я не в восторге был от идеи Исполнять эти песни, записывать. Исполнять можно. А записывать, мне кажется, в веках они все равно останутся Кому это понадобится, да? С теми, кто их исполнил впервые. Но вот прикоснувшись именно к этой песне И потом, послушав ее вместе с Алексеем Алексеевичем, Сашей, Женей, Андреем, Мы вот так вместе, дружным коллективом послушали И говорим, нам надо продолжать. Хорошие сапоги. И эта песня, она сыграла свою роль. Ее написал Ян Фрэнкель на стихи Инны Гофф. Ничего не буду больше рассказывать. Просто послушайте. Пожалуйста, Алексей Алексеевич. Скоро осень За окнами август От дождя потемнели кусты И я знаю, что я тебе нравлюсь Как когда-то мне нравилась ты Отчего же Тоска тебя гложет Отчего Ты грустна так Со мной Развива Что сбывается ранней весной Что сбывается ранней весной За окошко Краснеют рябины Дождь в окошко стучит Без конца Ах, как жаль Что иные обиды Забывать Не умеют Сердца Не напрасно Тоска тебя гложет Не напрасно Не напрасно Грустна Ты со мной Видно, в августе Сбыться не может Что сбывается Ранней весной Что сбывается Ранней весной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скоро осень За окнами август От дождя Потемнели Кусты Я знаю Что я Тебе нравился А когда-то Мне нравилась ты А когда-то Мне нравилась Ты Браво Ну с такими песнями Совсем не страшно Встречать осень А тем более даже зима Я вот такое ощущение Слушайте, ну это просто фантастика Валера, вопрос у меня вот какой Мы слушаем музыку Того времени Того волшебного времени Скажи, может быть Ну три фильма Художественные Для молодежи Которые бы Ты мог порекомендовать Чтобы вот Прочувствовать атмосферу Ну я не буду говорить Чего-то такое Знаете, мега специальное Мне очень понравилось То, что Когда я пришел в Театр Современник На одну из премьер В гости Галина Борисовна Волчика Она нас пригласила с Виолой За что я огромное спасибо Что она нас Всячески, так сказать К театру Не дает нам Расслабляться Правильно И вот После спектакля Мы зашли на чашечку чая И она спрашивает Ну как тебе, Валера И я начал С похвалы В адрес художника Павла Коплевича Она говорит Стоп, стоп, стоп Паша, конечно, молодец Но у меня простой вопрос Катапультирует Или не катапультирует Вот это мне очень понравилось Поэтому Конечно же Фильмы Катапультирующих много Но для того, чтобы была гармония Что мы исполняем сегодня Что порекомендовать Это Наверное Опираясь на эту песню Я бы сказал Что это, конечно, фильм Татьяны Леозного Три топли на плещахе Вот посмотрите Там Доронина с Ефремовым Разыгрывает Такой Великолепный Любовный Посыл От этого фильма Сколько в нем Деликатности Теплоты Глаза Ефремова Помните Руки на руле Каждый раз ждешь Там песня великолепная Александра Николаевна Пахматова Нежность Ну, в общем Вот раз Потом берегись автомобиля Если хотите В контрастную Это же просто Понимаете Вот Топтанов Удачи отбирает Как отбирает Ты что, дурак? Кто отбирает? Кто отбирает? И правильно отбирает? На каких шиши? Замберекан Журья Допустим Надо вороться И все Это можешь смотреть вечно В этом что-то есть такое вот Слепок времени И третий Если Вот совсем Еще есть другой Вот недавно Я посмотрел Абсолютно блестящее Я очень люблю французское кино Я знаю что-то В такой европейской И Париж Вы очень любите Ну, тут даже не в городе дело А вот если мы говорили о кино Я всем очень рекомендую Посмотреть фильм Мой лучший друг Это просто вот С точки зрения отношения Дружба Это же отражение Собственного достоинства На других людях Вот А в чем прелесть беседы с другом? Возможность поговорить О себе О себе Дэнни Бун В главных ролях Это просто потрясающе Это интересно Он не совсем новый Там ему Наверное пять Там может быть даже Побольше лет Но это прямо вот То что называется Катапультирует Это в этом фильме есть 100% Валер И это ответит вам На многие вопросы Которые у вас есть По истории особенно Это просто очень Очень познавательно Вот порекомендую Вот так Валер Вот песни Которые будут звучать 31 мая В Доме музыки И песни Которые написаны Были в то время Ведь их огромное количество И безусловно Все еще не спеты Все еще не перепеты Не вдохнули в них Новую жизнь Будут ли еще эксперименты И ведутся ли эти работы Поиск какой-то Поиск Мы сейчас исполним песню Как же Называется Это произведение Мы написали очень давно С Евгением Хафтаном Это вот такой Золотой фонд И Вы знаете Если вы хотите Научиться играть На инструменте У Алексея Алексеевича Кузнецова У него есть своя Школа Именно Аккомпанемента Потому что сегодня Вы не заметили Что нет вот таких Героев инструментальных Как Ингви Мальстин Были гитаристы Там из музыки Или там скажем Стиви Вэй Или Почему Просто есть Некоторое присущение Инструментальной музыкой И когда Музыкант Инструменталист В аккомпанементе Может Сделать Высший эталон Вот Вкуса Вот Алексей Алексеевич Именно этим владеет И именно этим делится Поэтому Мы вот взяли Эту песню Абсолютно Вот все сейчас покажут Валер А вопрос сразу Где можно Контакты Где можно Это видео школа у нас Алексей Алексеевич Или это книга Как это Сейчас готовится Переиздание Вся уже раскуплена Но будьте в напряжении Хорошо Интернет Алексей Алексеевич Кузнецов Гитарный Аккомпанемент Ох как здорово Вот видите Вот Поэтому будем доносить Приходите на концерт Поподробнее вам об этом Объясним 31 мая в Доме музыки А сейчас Как жаль И Алексей Алексеевич Прошу вас На темный ряд домов Лишу одинокий свет в окне И стук И стук моих шагов Звучит в полночной тижине По этой мостовой Вдоль этих скверов до утра Бродили мы с тобой И это было Как вчера Как жаль Но ты сегодня не со мной И только каждый раз Когда иду по этой мостовой Я думаю о нас Все так же Как тогда Такой же мягкий лунный свет Блестит в реке вода Но лишь тебя со мной нет Как жаль Но ты сегодня не со мной И только каждый раз Когда иду по этой мостовой Я думаю о нас Как жаль Но ты сегодня не со мной И только каждый раз Когда иду по этой мостовой Я думаю о нас Я думаю о нас Что это было просто Уверен, что если и были билеты на концерт Они уже сейчас до конца нашей программы Раскуплены будут 31 мая в Доме музыки Друзья, обязательно отправляйтесь Если будет такая возможность Валерий Сюткин и Лайт Джаз Это наслышит часа 2 Будет возможность у нас понаслаждаться, Валер? Час пятьдесят. Два мы не можем играть. Может быть, даже чуть поменьше, потому что для меня идеальное время. Час сорок где-то. Иначе тяжело просто физически сидеть. Я не люблю, как зритель, концерты такой протяженности свыше двух часов. Мне кажется, это уже... Сейчас как подарю свое искусство. Лучше не додать, насколько я слышал. Конечно, да. Валер, замечаете, как ваша публика меняется? Вы же смотрите в зал, вы же смотрите в эти глаза. Ну, вы понимаете, я замечаю, что с каждым днем вокруг все больше молодежи. Это понятно, да. И у них это закономерно абсолютно другие приоритеты, другая музыка. Но кто-то должен... Я просто честно, я делаю то, что я люблю. Да, наверное, количественно сегодня у нас не такое количество поклонников, как было, когда я в бытность брал. Но зато качественно. Но зато, да, они первое проверенное временем. И второе, очень много молодежи приходит. Мы ежегодно даем два больших концерта. Вот буквально 27 апреля, еще месяца не прошло, мы играли в Yota Space. Там приходит 3200 человек. У нас всегда под крышу там аншлаг. И в зале много людей, которые никогда не были на моих концертах до этого. И, может быть, это в какой-то мере правильная политика клуба, который дает недорогие билеты и возможность всем посмотреть. И там танцы прямо. И я получаю огромный заряд энергии от общения с этими молодыми людьми, потому что это же так энергия подпишется. И второе, очень приятно читать вот потом в соцсетях, комментарии, что вы знаете, пошли, какой-то пенсионер не знали. А то он говорит, да, почему они должны люди в 17 лет, а мне сегодня почти 60 уже, 59, да? Конечно, я вспоминаю себя, когда мне было даже 25-30, люди 40-летние казались уже, знаете, здравствуй, пенсия, прощай, молодость. Валера, а какой тогда жизнь казалась в 20 лет? Бесконечной. Она всегда кажется в юности бесконечной. Ты не чувствуешь никаких... Можно не спать одну ночь, давать концерты, после них что-то отмечать, потом опять переезжать. А сейчас Чарли Уатс, легендарный барабанщик Rolling Stones, на вопрос, что вы делаете между концертами, он говорит, сплю. Время сплю, восстанавливаюсь. То есть нет возможности так быстро вновь обязательно. Это баллизм, конечно. Должно быть, а, время носом, Б, ты уже понимаешь, что вот эти кровавые переезды из-за дня в день, может быть, уже сегодня и не нужны. А тогда они давались легче. Вот и все, чуть-чуть. А какой главный совет вы даете своей дочке своей, Виоле? Ну и вообще молодежи, скажем так. Главный совет, точно нужно понимать, что больше всего времени в жизни ты тратишь на две вещи. На семью, и поэтому очень важно ее в правильный момент создавать и с тем человеком, без которого ты не сможешь так прожить. То есть прям как воздух должен быть, тебе он нужен. Это раз. И второе, но любимое дело. Поэтому выбирайте то, что вам по душе. Иначе это будет называться вот таким словом работа, знаете, как большинство людей на земле говорят, опять мне на эту работу. Да, это самое страшное. А мы на работу бежим. Валер, а у тебя был шанс не стать музыкантом? Был. И я допускал. Просто другие были условия, правила игры, если хотите. Я, конечно, когда был юным молодым человеком, мы все хотим делать что-то не так, как родители. И хотелось играть какую-то продвинутую, а в тот момент запретный плод еще был сладок. Потом все-таки я отношусь к поколению, которые к музыкантам того времени, к Битлз, к Роллинг Стоунск, к Дилет Зеппелин, к Диперпл, к Полис, к Депеш Мод попозже. Мы относились как к героям космоса. Вот я так студентам говорю. Назовите космонату. Все легко называют. Гагарин, Терешкова, Титов, Леонов. Береговой, Гречка. И дальше фактически сегодня же на орбите работают ребята. Их труд не стал легче или менее значимым. Но просто мы привыкли. И мне кажется, что мы ждем сейчас чего-то нового, может быть, в музыке. Но в основном то, что на сегодняшний день делают люди, даже очень талантливые, все-таки мы видим, откуда ноги растут, корни легко. Для меня, например, мне сразу понятно, кто был кумиром этого человека. Нет такого, знаете, революции музыкальной, какого-то нового жанра. А поиск ведется в основном с техническими средствами новыми. А это не в этом. Музыка, еще раз напоминаю, язык чувств. Не роботы, синтезаторы ее делают. Ее делают люди, играющие и сочиняющие что-то с душой. Поэтому любите то, чем занимаетесь. Потому что, когда вы начнете делать чужое дело, кто-то в это время начнет делать ваше. И просто вам не останется в нем свободное место. Поэтому это и есть, на мой взгляд, самый главный совет. Выбирать вот дядя Леша перед вами. Алексей Алексеевич Кузнецов. Потомственные. Потомственные гитаристы. Он это делает. И это и есть его жизнь. И поэтому он и выглядит так прекрасно. И не каждый молодой человек так с гитаркой через всю Москву. Знаете, вот так вот. С одной стороны он говорит, пока так. А я бы даже сказал, именно так и так. Берите пример. А споем сейчас, Валер, что-нибудь? Да, с удовольствием. Мы пожелаем 7 тысяч счастливых гномерий сейчас нашим телезрителям и радиослушателям. Поднимемся вот над нашей студией, над стороной ФМ на 7 тысяч метров. И улыбнемся друг другу. С удовольствием. Поздний час, половина первого, 7 тысяч на земле. Ты далеко от меня, запеленной другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Перелететь океан и разогнав крылом туман, Упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длина, но путь еще длиннее, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, запеленной другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Перелететь океан и разогнав крылом туман, Упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Перелететь океан и разогнав крылом туман. Перелететь океан и разогнав крылом туман, Упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко от меня, запеленной другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Перелететь океан и разогнав крылом туман, Упав с ночных небес, скорее вас всех обнять. Друзья, не пролетайте мимо концерта Валерия Суткина и Лайт Джаза. Это будет волшебно, мы вам обещаем, потому что сегодня у нас какой-то необычный, очень теплый концертный зал в эфире страны FM. А концерт пройдет 31 мая в Доме музыки. Быть всем обязательно. У нас сейчас совсем коротенько... А, нет, еще полторы минуты поговорим. Еще есть время, и хотелось бы спросить Валеру, а как музыкант, ну ты летал уже везде, наверное. Может быть, где-то еще не был и хотел бы... Да я и не как музыкант летаю тоже. Да, передвигаемся в основном самолетом, конечно. Я люблю этот вид транспорта, эта скорость. Поездом я люблю не более там 12 часов, а лучше 8 поездом. Где бы хотел побывать, Валер? Вот мечтаешь, может быть, но там еще не был и летал туда. У меня не распечатанный, ну помимо, конечно, Атарктиды, куда можно попасть, но в основном там в составе делегации, скажем там. Там нет персонального туризма в Атарктиде. Ну девчонок с собой туда не войскаешь? Ну никак не уйдет. При нынешней майской погоде говорить о холодном не хочется. А не распечатанный у меня является Южноафриканский континент. Знаете, я не был в Южной Америке, но обязательно как-нибудь будет оказаться. Слетаем за мной и кубу зацепим. Невероятно любят путешествовать и Виолу. Ну есть места. Дочка ваша. Но очень рекомендую всем посетить, когда вашим детям исполнится 5, и они станут 100, чтобы они запомнили на всю жизнь. До этого просто они могут не вспомнить. В Африку. Потому что вот особенно посмотреть животных на созерцательной сафари. Уже с Игорьем не ходите, дети в Африку гулять. Танзания такая страна, Кения, Танзания наиболее. Просто там комариков нет. Там высокие горы есть. Возьмем на заметку. Две тысячи над уровнем моря, и нет никаких насекомых. Поэтому, что когда я был в ЮАР, например, я несколько раз в Африке был, там во время ужина по столу вот такие вот кузнечики богомолы и прочие скачут. И не только они. Это так. Женщинам не так легко переносить. А вот в каждом танзании там этого ничего нет. И замечательный. Но вот еще бы, пользуясь тем, что есть возможность пригласить на наш концерт, еще осталось у нас неосвещенный сегодня в нашем концерте, а это несправедливо, спортивная страница. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Валерий Сюткин, друзья. Light Jazz. А на секундочку. Мы готовы рассказать, да? Мы снова вернулись? Да, мы вернулись. И снова здравствуйте. С вами Валерий Сюткин и Light Jazz. Перед вами живой символ Олимпиады, как говорит мой друг Иван Ургант, только Чебурашка и Валерий Сюткин помогают нашей команде достигать высокого результата. В этом много, конечно, иронии. Но и много правды. Маша Киселева, например, наша прославленная многократная олимпийская чемпионка, лидер наших девочек-синхронисток, сказала, как только Валерий появился, вот с этого момента, где я стал ездить, мы берем только золото. Это раз. Второе. Зенит Манчестер. Помните такой матч? Я помню, как накануне мне позвонило руководство клуба и сказала, Валерий, вот вы были, говорят, что вы разбираетесь. Я, честно скажу, ничего я не разбираюсь. Я с юмором сказал, если я веду вечеринку, я по печальным поводам ничего не веду. Так уж встроенный мир, что если я что-то веду, все будет позитивно. Если свадьбы будут, никаких разводов. Если Зенит Манчестер, никаких поражений. Выиграем, конечно. Меня посмотрели немножко, знаете, как на, мягко говоря, сумасшедшем. Каково же было мое тоже удивление, когда Зенит выиграл этот матч. Я вел действительно... И вот такие были моменты. Но, конечно же, семь олимпийских игр позади, много чемпионатов. И сейчас, пользуясь случаем, я хочу вместе с ребятами исполнить великую песню Александра Николаевна Пахмутова. Вот на днях, буквально, 26 апреля был день рождения Владислава Третьяка. И я его вел. Вы видели у вас в инстаграме. И пел вместе с Левой Лещенкой, с Кобзоном, с Иосифом Давыдовичем. Мы пели там не только эту, но и команду молодости нашей. Все вот старые песни. И мне было очень приятно. Потому что это, наверное, какая-то преемственность, действительно, потому что это великая спортивная песня. Нашим хоккеистам она поможет. Сейчас идет чемпионат мира по хоккейу. У нас неплохой старт. Просто, ребята, не расслабляемся. Выполняем указания тренера. Мы с вами, ваши болельщики. Ну и Спартак. Спартаке-то не создаем. Несмотря на то, что песня будет о хоккее. Спартак. 16 лет. Мы, болельщики, этого ждали. С 2001 года. Спартак, чемпион России по футболу. Да, срочно. Молодцы, ребята. Всем нашим спортсменам посвящается эта песня Александра Фавловича. Ура! Прошу вас. Звинить в ушах лихая музыка атаки. Точнее, дай на клюшку пас сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще. Победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестящее. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. Но не забудем, не забудем и как встали. В сражениях с золотой кубки добывало. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Браво! Валерий Суткин, Light Jazz. Да, это была песня. Мы в прошлом году, минувшем, в 2016-м, выпустили в свет Макси Сингл. Он состоит из пяти песен Александра Николаевна Пахмутовой. Мы выбирали не потому, что они самые популярные. Хотя, ну как, вот вы прикоснулись. Там трус не играет в хоккей. Дальше мы думаем, как обойтись без «До свидания, Москва». Ну это же просто слезы у болельщиков были. Такая московская Олимпиада 80-го года. Без этой песни немыслимо. Вот дальше вторая. Потом «Мяч и шайба» нашли такую. Перед Олимпиадой в Ри уже мы эту пластинку упускали. Как поддержку, настроение, чтобы летние перекинуть мостик от трус не играет. Какие мячи и шайбы мы исполняли. Дальше у нас «Герои спорта». И самая еще была песня «Сегодня мы не будем играть», но темп. Вот это прочтение. Когда Александра Николаевна услышала с Николаем Николаевичем Добронрава. Я был у них дома, чтобы получить разрешение и благословение на исполнение этих песен. И я ей ставлю, как мы это на студии записали. Она говорит, вот это да. Ой, как же, Леша, передайте ему привет. Как же. Вот таким маленьким составом. Вы же помните, там огромный эстрадный симфонический оркестр, патетическое звучание. А мы стараемся все вот это вот, и как исполненную только что песню, сделать вот таким маленьким составом, но с большой любовью. Вот именно так мы будем играть на наших концертах 31 мая и на других. Приходите в Дом музыки. У нас осталось ровно три с половиной минуты. Мы с удовольствием завершаем наш сегодняшний концерт. Успеем исполнить? Мелодия, конечно, это Исаак Дунаевский на стихи «Червинская масса». Вот эта мелодия прощальная, она и завершит наш концерт. Прошу вас, дед Леша. Затихает Москва Стали синими дали Ярче блещут кремлевских рубинов лучи День прошел, скоро ночи Вы, наверное, устали Дорогие мои москвичи Можно песню окончить и простыми словами Если эти простые слова горячи Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами Дорогие мои москвичи Ну что сказать вам, москвичи На прощанье Чем наградить мне Вас за внимание До свидания, дорогие москвичи Доброй ночи Доброй ночи Доброй ночи Доброй ночи Вспоминайте нас И когда по домам И отсюда пойдете Как же к вашим сердцам Подберу я ключи Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои москвичи Синий дымкой окутан Стройный здаль Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи Ждут вас завтра дела Скоро ночи До свидания Дорогие мои москвичи Ну что сказать вам, москвичи На прощанье Чем наградить мне Вас за внимание До свидания Дорогие москвичи Доброй ночи Доброй ночи 1 мая В доме музыки Обязательно приходите Гости Жители Столицы Если сегодня вам не дали Отопление Пять квартир Мне кажется все равно Стало в доме теплей Валерий Сюткин и Лайт Джаз Браво Спасибо огромное Спасибо огромное Субтитры предоставил DimaTorzok